Бессмертный полк 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 без нее не делают. В Европе одного Гитлера мало. Вот это точно. Одного мало. Они, видимо, ничего не поняли. Так вот, для того, чтобы молодежь как раз хотя бы знала правду, не поддавалась вот этому обману, и нужны такие книги. Вот эта книга, это не мемуары, это учебник. Это учебник истории, написанный живыми, даже написанный, можно сказать, кровью, страданиями. Вот чем больше таких книг, тем больше у нас будет шансов на то, что никогда никому больше не придется воевать. Особенность этой книги в том, что здесь могли писать о своих родных, которые жили в войну, воевали, работали в тылу, все, кто хотел. То есть дети, внуки, правнуки, ну и, соответственно, очевидцы событий. То есть такой микс, но слово давали каждому. Ну, как люди выходят на бессмертный полк, там, внуки, правнуки, дети. Такая замечательная преемственность поколений. Точно так же и здесь у нас собраны истории от разных людей. То, что вошло в эту книгу, это малая толика того, что могло бы быть. Вот. У нас отбор историй происходил на конкурсной основе, вот. Но, на самом деле, очень много достойных историй осталось за кадром просто потому, что хотели сделать сборник доступный по цене широкому кругу читателей. Потому что, ну, разница есть, там, 300 рублей или 800. То есть вы надеетесь на продолжение выпуска вот подобных книг? Ну, мне кажется, что, да, это здорово, это интересно и полезно. Вот. И люди, многие, которые даже в себе не подозревали вот этих вот талантов писательских, они вдруг выдают такое, что сами себе удивляются. И это не выдумка. Поэтому вот. Особенно очевидцы событий. Я считаю, что, конечно, нужно собирать такие истории, пока многие очевидцы живы еще. Что-то могут рассказать, что-то могут написать. Мой приемный отец, чье имя я ношу и горжусь, и принес, так как бессмертный полк будет совсем не быстро, принес его награду. Награды его жизни, послужил примером для меня. И вот те награды, которые я имею, я считаю, это награды тех, кто спасал, защищал и проделал мне активную жизнь. Составляя свои воспоминания, у меня возникло такое четвернский шаг. Мы жертвы войны, сироты блокады, мы лидии свято. Тогда и сейчас, что будет победа? Наши победы. И внуки, и правнуки будут помнить победу и нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова